Освешить сиденья и перила и на воду. Уже завтра Барнаульский речной порт выпускает первые пассажирские рейсы. Мы заменили линолеум, поменяли двигатели и сегодня этот теплоход у нас будет обслуживать линию Барнаула-Расказиха, Барнаул-Бобровка, Бобровол-Калиновка. В последние годы за сезон речной порт перевозит 60 тысяч пассажиров. До пандемии было больше, а в советское время под 150 тысяч за лето. Прибыли в речных пассажироперевозках давно нет, но их субсидируют и от этого вида транспорта не отказываются. Цена билета, пожалуй, самая доступная для населения. Власти ежегодно дают предприятию 12 миллионов рублей на ремонт. Дороже всего обходится замена ржавеющих корпусов. Про обновление технопарка говорить не приходится, даже в рамках федеральной программы. Там залоги надо, а у нас залогов практически нет. И суммы нам, чтобы корабль построить, больше 100 миллионов надо. А заложить нечего. Такие корабли, вот такие, ну сколько там, 10 миллионов может быть. А за 100 миллионов какой корабль стоит? А за 100 миллионов? Ну корабль, корабль нормальный, корабль с каютами, эти прогулочные. Запустить прогулочный корабль с каютами в Барнауле мечтают давно. Это бы позволило отплывать дальше Расказихи Бобровки и приносило бы доход. Но до таких судов бюджет компании не дотягивает, признаются круг. Пока делают ставку на водные экскурсии и верят в лучшее. Вы знаете, люди стремятся к воде, в леса, правильно? А на воде отдых самый лучший. Позитивно настроенный в сфере грузоперевозок на воде. К 2015 году эта отрасль почти прекратила свое существование в крае, а сейчас стремительно возрождается. Одна баржа заменяет 50 тонаров. Можно только предполагать, сколько-то спасенных километров дорог. Сейчас функционирует 14 барж, в следующем году планируют запустить 17. Тонна, перевезенная по воде, обходится почти в 4 раза дешевле, чем на машине. Плюс разгружаются федеральные дороги, например, Чуйский тракт и внутри региональные. В советское время по АБИ перевозили за сезон под миллионы тонн грузов. В 2021 году было 600 тысяч тонн, в 2022 уже 1 200 000 тонн, в 2023 должно быть еще больше. Законтрактован у нас уже объем миллион 130 тонн, планируем перевезти миллион 300 тонн. Больше всего перевозят щебень и песок. В крае функционируют три площадки разгрузки. В Барнауле, Усть-Пристани и Камни-На-Аби. А пять направлений связывают Барнаул, Шульгинку, Усть-Пристань, Камин-На-Аби, Малетина. В этом году должен появиться рейс Барнаул-Томск. Из ограничивающих факторов лишь уровень воды. Минимальные уровни, которые нам необходимы, это метр семьдесят по всему фарватеру. При вот именно такой глубине у нас будет возможность идти при полной загрузке. А это и, понимаете, экономика, это и объемы, это и дополнительные возможности. Сейчас на реке уровни метр сорок. То есть это не дает возможность нам идти в полную загрузку. С начала сезона в край перевезли уже 18 барж. В перспективе, кроме песка и щебня, по реке должны перевозить лес. Этот вид транспорта настолько востребован, что в генплане Барнаула до 2040 года рассматривают строительство новых объектов речной инфраструктуры.